Виртуальный мир лишь на первый взгляд кажется безобидным и дружелюбным. Но стоит приглядеться повнимательнее, и можно остаться без глаз. Этот мир кишит опасностями, ужасами, злобой, насилием. На каждом шагу подстерегают призраки. За каждым углом скрываются бандиты. Выходцы из психушки и пришельцы с того света. Беглые каторжники и падшие ангелы. Дома с привидениями и склепы с зомби. Вампиры, сумасшедшие ученые. Таинственные острова и страны из царства грез. Виртуальный мир враждебен человеку. Выжить в нем практически невозможно. Сохранить рассудок и того сложнее. Мы представляем вам самые темные границы правого измерения. Необъяснимые явления. Пугающее открытие. Нападение маньяков. Похищение людей и шокирующие нашествия. От всего этого голова идет кругом, а пульс зашкаливает за 150. Сегодня в эфире страшно интересная десятка самых загадочных случаев виртуального мира. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Великий маэстро случай. Он приходит в жизнь и полностью ее меняет. Судьба поворачивает так круто, как этого можно было бы ожидать менее всего. И виртуальный мир не застрахован от таких коллизий. В мире по ту сторону экрана происходят события настолько ошеломляющие. И случаются они так часто, что обычный человек легко бы сошел с ума. Мы начинаем обратный отчет самых загадочных случаев виртуального мира. Филипп не знал своего отца. Тот ушел из семьи перед самым его рождением. Когда после смерти матери Филипп, пересматривая оставшиеся после нее бумаги, наткнулся на одно письмо, он невольно вздрогнул. Загадочная записка была написана его отцом Говардом. Содержание смутило юношу. Казалось, что погибший родитель невольно зовет его к себе. Туда, где он нашел свое последнее пристанище. В Гренландии. Сам не зная для чего, Филипп отправился на замерзший остров. И нашел злополучное место. В воздухе витал дух чего-то демонического, неестественного, потустороннего. Юноша, пробираясь вглубь шахты, не встретил ни одного человека. Зато тут и там ему попадались ужасные твари. Волки, гигантские пауки, горные черви. Из обрывков газет и разбросанных записей, Филипп узнал, что в стенах лаборатории некое тайное общество проводило изучение аномальных явлений. Но что это за общество и какие явления оно изучало? Была лишь одна надежда узнать правду. По найденной рации, какой-то сумасшедший, называвший себя Ред, пообещал дать ответы на все вопросы, если юноша его найдет. Однако, найдя его, Филипп понял, что несчастный, оставшийся один в этом проклятом месте, сам не имеет представления о происходящем. Загадка темной страны Гренландии из Пенумбра так и не была раскрыта, что не помешало ей открыть наш топ-лист тайн игрового мира. Такие городишки еще можно было встретить на бескрайних просторах степи, хотя на картах их давным-давно нет. Цивилизация обошла их стороной. Жизнь там словно остановилась. В один из таких городков и пришла беда. Неизвестная болезнь со странным названием «песочная язва» начала собирать свой страшный урожай. Каждый день по нескольку десятков горожан находили мертвыми. Еще столько же заболевало, чтобы на следующий день пополнить страшный список жертв эпидемии. Это стало настоящим кошмаром. Но еще более ужасным было то, что никто не знал, как лечить этот недуг, а также откуда пришла беда. Термитник, где жили разнорабочие, примыкающий к городу скотобойни, находящаяся рядом кладбище, наконец, сама степь. Все это могло стать источником заразы. Клара, Данил Донковский и Артемий Бурах. Чужаки, прибывшие в эмирающий городок, подарили людям надежду. Они с особым рвением приступили к поиску разгадки. Но все было тщетно. Песочная язва под руку со старухой с косой шагала по городу. И не было понятно, как ее остановить. Загадка появления страшной болезни из мор «Утопия». Сотнями трупов устелила себе дорожку на девятую позицию нашего списка. Трудно представить себе более непригодного для жизни места, чем Антарктида. Но и туда уже ступала нога человека. Как однажды выяснилось, совершенно напрасно. На форпост номер 31 прибыл отряд американских спецназовцев «Бета», чтобы разобраться с последствиями произошедшей там катастрофы. Ранее в этом месте американо-норвежская научная база проводила биологические исследования. Спустя годы от форпоста по неизвестным причинам остались лишь обломки. Простой осмотр руин сыграл ужаснейшую шутку с военными. Солдаты внезапно оказались заражены каким-то простейшим микроорганизмом. Они превращали человеческое тело в адское бесформенное месиво. Члены группы «Бета», точнее то, что они теперь собой представляли, нападали на живых людей и инфицировали их, превращая в себе подобных. Откуда взялась эта зараза? Как правильно с ней бороться? Кто из сослуживцев уже успел заразиться, а кто нет? Все эти вопросы мучили каждого и порождали в рядах солдат кровавую паранойю. Бойцы начали убивать друг друга из животного страха. Почувствовавшие инфекцию внутри себя, кончали с собой. Перед солдатами встал вопрос простейшего выживания и срочной эвакуации из ледяного ада. Однако решить этот вопрос было суждено очень немногим. Возникшая из-подо льдов страшная антарктическая инфекция из «Нечта» застыла на восьмой позиции нашего списка. От таких стрессок необходимо пару минут передохнуть. Скоро мы продолжим наш страшный список. Оставайтесь с нами. В реальной жизни нельзя полностью застраховаться от случайностей. В виртуальном же мире случай правит всем. И вся. Ни на что нельзя положиться. И остается только всегда быть на чеку. Мы продолжаем знакомить вас с наиболее загадочными и леденящими душу историями по ту сторону экрана. В самый разгар осени на улицах Нью-Йорка были обнаружены пятеро вооруженных молодых людей в ужасном психическом состоянии. Все они не понимали, где находятся, были страшно чем-то напуганы и ничего не помнили из своего прошлого. В госпитале, куда они попали, они были переданы в руки бывшего военного психиатра Дэвида Багнамара. Доктор взялся за расследование. Дело выглядело очень странно. Первый же день выяснилось, что все пятеро пациентов бежали из какого-то одного места. Они скрывались от одного человека, представлявшего для них страшную угрозу. Но кто это был и откуда они бежали, осталась загадка. С помощью бесед и гипнотических сеансов Макнамара стал погружаться в прошлое каждого из этих пятерых. Чем дальше доктор продвигался в работе с больными, тем более жуткие вещи он от них узнавал. В историях тинейджеров было насилие, убийство и даже в них был замешан сам Макнамар. Но почему в такой ситуации оказались именно эти подростки и как им помочь, все это психиатру лишь предстояло узнать. Случай с обнаружением таинственных молодых людей из Overclocked a History of Violence занимает седьмое место среди самых загадочных виртуальных происшествий. В 2178 году межзвездные путешествия стали частью жизни людей. Вместе с другими расами был создан Совет Цитадели, межзвездное правительство, решающее судьбы народов галактики. И хотя наука шагнула далеко вперед, ответ на главный вопрос так и не был найден. Почему исчезла древняя цивилизация Протеан? Все последние значимые научные достижения были результатом использования артефактов, оставленных после себя представителями исчезнувшей расы. Сама возможность перемещения между системами появилась только благодаря протеанским технологиям. Цитадель, в которой разместился Совет, тоже была делом их рук. Но как могла такая продвинутая цивилизация исчезнуть в никуда? Может, древние предупреждали людей о какой-то опасности? Или, быть может, они специально оставили столько артефактов, чтобы расы, населяющие галактики, с их помощью накопили знания и смогли к чему-то подготовиться? Все эти вопросы оставались без ответа, пока на звездном горизонте не появились поженатели. Именно о появлении этой кибернетической расы и пытались предупредить Протеани. К счастью, галактическая цивилизация успела подготовиться к нашествию агрессора. Поженателей не пустили в галактику. Цивилизация выжила и могла вздохнуть свободно, ведь теперь она знала ответы на вопросы. Загадка Протеан из Mass Effect стала шестой в нашем хит-параде. Далеко за Северным Полярным Кругом, в ледяной пустыне, жизнь остановила свой ход. В 1968 году в этом краю вечного оцепенения волей судеб оказался русский метеоролог Александр Нестеров. Нелегкая занесла его на заброшенный атомный ледокол «Северный ветер», замороженный здесь много лет назад. Стальной монстр, когда-то яростно боровшийся за жизнь и свободу, оказался в плену. Все живое на его борту не только потеряло свой истинный облик, но и право на смерть. Александр Нестеров, родом из мира тепла, жизни и движения, попал в чуждую мыслящему существу среду. Бесконечное царство холода, небытия, неподвижности. Преобразившийся ужасным образом экипаж ледокола был вовсе не рад появлению теплокровного существа среди них. Нелепая агрессия рвалась изнутри каждого из бывших моряков. Что же заставило столь колоссальное судно влачить такое жалкое и ужасающее существование? Какие трагические события произошли с командой и капитаном? Все это предстояло выяснить Нестерову, бродящему по бесконечным обледенелым трюмам и палубам, а также заменяющему холод теплом, неподвижность движениям, небытие жизни. Таинственная гибель легендарного советского ледокола из анабиоз Сон Разума намертво скована во льдах на пятом месте. В центре Нью-Йорка на 843 акрах расположился Центральный парк. Любимое место отдыха жителей Большого Яблока. Парк, основанный в середине 19 века, международным картелем влиятельных джентльменов должен был стать тихим уголком в самом сердце деловой столицы мира. Однако, как оказалось, парк стал убежищем не только для людей, но и для чего-то нечеловеческого, неведомого, страшного. Какая-то мистическая сила поселилась здесь. Здесь не слышно веселых трелей птиц, зато нередко смотрители парка на траве находили трупы пернатров. Озеро, в котором должна была отражаться красота этого цветущего уголка земли, оказалось пугающим дьявольским символом. Его контуры напоминали огромную собачью голову. У гуляющих по парку людей невольно начинали шевелиться волосы на голове, а по спине бежали мурашки при виде растопыривших свои уродские лапы деревьев-мутантов. Что-то поселилось здесь. Что-то, вышедшее из преисподней. Что-то, угрожающее всему живому. Тебе не будет пощады. Тайна, скрытая под кронами Центрального парка из Alone the Dark, заслуживает того, чтобы быть в ансамбле самых загадочных явлений по ту сторону монитора. Четвертое место. После рекламы вас ожидает самая захватывающая тройка самых загадочных случаев виртуальной вселенной. Не переключайтесь. В народе говорят, знал бы, где упал, соломки подстелил. В мире по ту сторону экрана ни одна мера предосторожности не действует. Цифровые перебитии бросают судьбы людей и целых миров, как им только вздумается. В виртуальном мире ничего нельзя предвидеть и произойти может что угодно. Перед вами лидирующая тройка самых загадочных случаев по ту сторону экрана. Недоумение и растерянность жителей Нью-Йорка можно было понять. В течение последних дней температура в городе по непонятным причинам упала до феноменально низкой отметки и продолжала падение. Заявление городских властей о том, что причиной похолодания стал особо активный антициклон не только не успокаивало, но и напротив раздражало людей. В воздухе повис страх, как всегда бывает, когда человек, столкнувшись с чем-то непонятным, начинает чувствовать угрозу. К счастью, паники не было, но только потому, что общественности не было известно о череде мистических убийств. Детективы Карла Валенти и Талер Майлз, которым было поручено расследовать убийство, пребывали в замешательстве, ведь не было даже намеков на мотивы для совершения таких зверских расправ. Все убийства объединяли три вещи. Кажущаяся полная бессмысленность, нечеловеческая жестокость и то, что все они были совершены в последние злополучные морозные дни. Ясно было одно. Это были не обычные убийства, а ритуальные жертвоприношения. Они, как и необъяснимое похолодание, были результатом борьбы высших кланов за ребенка Индиго, совершенно чистая душа которого содержала тайну смысла жизни. И борьба эта должна была стать нешуточной, ведь тот, кто услышал бы эту тайну, получил бы власть над Вселенной. Необъяснимое похолодание и мистические убийства вполне объяснимо оказались на третьей ступеньке списка самых загадочных случаев виртуального мира. Судьбе Джека Уолтерса вряд ли можно позавидовать. Человек с трудным детством. Он с юных лет начал служить в полиции Бостона. Однажды рядовой вызов на задание изменил его жизнь. Он отправился в странный и зловещий дом, населенный членами загадочного братства Гид. Там этот несчастный случайно запустил устройство, которое открывало врата в неизвестный мир. Увиденное столь сильно шокировало Джека, что он попал в сумасшедший дом на шесть лет. Выйдя оттуда, он стал частным детективом и вскоре отправился в соседний рыбацкий городок Инсмут по делу о похищении одного торговца. Там-то его и ждала целая цепь загадочных происшествий и ужасающих открытий. Противодействие местной полиции, странные рыбоподобные горожане, человеческие жертвоприношения и столкновения с дикими чудовищами. Все это было способно вновь свести с ума несчастного детектива. Во всех этих разрозненных явлениях усматривалась какая-то темная связь, которую Джек силился постичь. Именно она привела его из Инсмута на морской риф дьявола, а потом в подводный город Ихант-Лей, где Уолтерсу было суждено столкнуться с неподдающимися описанию монстрами. Цепь невероятно ужасных событий из зов к Тулху мрачной уголки земли открывает нам новый смертельный мир второго места. Что же за происшествие оказалось самым загадочным? Вы узнаете это только после того, как мы вновь обратим внимание на 9 событий, претендовавших на первенство. На нижней ступеньке оказалась зловещая загадка острова Гренландия из Пенумбра. Девятым в нашем списке числятся случай с таинственным мором в степном городке из Мор Утопия. Восьмую позицию занимает происшествие повлекшее страшную бойню на форпосте номер 31 в Антарктиде из Нечто. Седьмое место за раскрытием тайны появления невменяемых вооруженных подростков посреди Нью-Йорка из Аверклок А Хистери Офф Вайланс. Шестым стало предупреждение высокоразвитой цивилизации о скором нашествии захватчиков из Масс Эффект. В середине нашего хит-парада смертельным холодом скован секрет некогда легендарного ледокола из Анабиоз Сон Разума, ставшего домом и тюрьмой для многих. Четвертую строчку занимают события, произошедшие в полном загадок центральном парке из Элон Ин Зе Дарк. Бронзу за загадочность получает необъяснимое понижение температуры в Нью-Йорке из Фаренгейн, которому нашлось нерадостное объяснение. На почетном втором месте находится история одного детектива из Зов-Ктулху мрачной уголки Земли, столкнувшемуся с ужасающими вещами, населяющими наш мир. А теперь приготовьтесь к истории, занявшей первое место нашего списка. Можно жить обычной жизнью и не подозревать об ужасных сверхъестественных силах, которые тебя окружают. Случай молодого человека по имени Генри Тауншенд наглядно это иллюстрирует. Молодой человек вел мирное и спокойное существование до тех пор, пока однажды не проснулся запертым в номере 302 отеля в городе Саус-Эшфилд. Дверь оказалась завешена цепями, телефон не работал, окна было разбить невозможно. Генри оказался полностью отрезан от внешнего мира. Почему так произошло? В чем он виноват? Как выбраться из этой западни? Эти вопросы съедали парня не переставая. Каждую ночь ему снились ужасные кошмары, которые до безумия казались явью. Вскоре парень обнаружил, что некое подобие выхода из заточения есть через образовавшуюся дыру в стене туалета. Однако это оказалось далеко не выходом, а порталом в таинственные и зловещие миры, полные ужасных монстров и привидений. В этих параллельных измерениях за всеми убийствами стоял страшный маньяк Уолтер Салли. Генри объединился со своей соседкой Эйлен, чтобы разгадать тайну грозного Салливана и, наконец, получить выход из этой кошмарной ловушки, в которую превратилась комната номер 302. Загадочное и внезапное заточение в номере отеля и скрытая за этим страшная тайна сегодня оказывается на первом месте нашего загадочного хит-парада. Только что вы узнали 10 самых невероятных случаев из виртуального мира. Мы продолжим знакомить вас с самыми мрачными проявлениями по ту сторону монитора. И вам вновь будет страшно и интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...